Если ты хочешь добиться хотя бы там 10, 15, 20 миллионов рублей оборота. Как ведут себя миллионеры? Мы все прекрасно знаем, насколько важно твое окружение. И акселератор дает именно это окружение. Ты сидишь, ты справа, слева, одни миллионеры. Нужно что-то делать, что дальше невозможно так работать. Друзья, всем привет! Все, кто не безразличен к онлайн-образованию и к онлайн-бизнесу, вы попали на нужный канал и смотрите нужное видео. С вами мы, Федор Спиридонов и Илья Терновой. Молодые начинающие предприниматели в сфере онлайн-образования. И именно поэтому мы с предстрастием расспрашиваем наших гостей. Это продюсеры и эксперты, которые прошли обучение в акселераторе онлайн-школ Аксель. И сегодня у нас в гостях Юрий Белов, продюсер онлайн-школы по макияжу. Ниша не совсем мужская, но человек действительно интересный и большой профессионал своего дела. Несмотря на то, что у него есть огромный опыт в оффлайн-бизнесе. И он достигает хороших результатов в онлайн-бизнесе. Смотрим от начала до конца, не отрываясь. Тем более, что в финале нас всех ждет приятный бонус от нашего гостя. Юрий, здрасте. Приветствую. Приветствую. Юрий Белов, собственно, персоны, продюсер. Собственно, давайте раскроем историю вашего успеха. Вы с октября, насколько я понимаю, занимаетесь онлайн-образованием? Нет, не совсем так. Как бы я запустился, как у нас принято в нашем сообществе говорить. Запустился в октябре, немножечко с опозданием, потому что я в акселератор попал в марте прошлого года. Все нормальные люди запускаются в течение 2-4 месяцев, а я немножко опоздал, потому что у меня не было эксперта. У меня сливались эксперты, они менялись, я там вел переговоры тяжелые. И познакомился со своим экспертом только на конференции в Алуште, которая была как раз в конце апреля. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Потом мы тоже с ней вели переговоры долгие, присматривали друг к другу и только в конце лета ударили по рукам. И вот, соответственно, первый продающий вебинар и первый поток был запущен 15 октября. А ваш эксперт Полуште, он тоже проходил обучение в акселераторе? Да, так получилось, что я попал в акселератор, мне сразу понравилось то, что стало происходить со мной, понравилось обучение. Формат очень зашел онлайн. Я до этого вообще не знал, что такое онлайн-обучение. Я точно так же, как большинство людей, которых мы сейчас обучаем, пытаемся им объяснить, точно так же думал, что онлайн-обучение – это когда ты сидишь и с кем-то по скайпу общаешься. Вот, что вот это вот, это и есть онлайн-обучение. Предложил акселератор поучаствовать в конференции «Волошки». Я туда приехал, и туда приехал мой эксперт Джан Санджак, это визажист, женщина уже с большим опытом, как бы не молодое поколение визажистов, которые такие инста-визажисты, а уже такая с опытом женщина. Она участвовала в передачах «Модный приговор», ну, того поколения, как бы уже более такого продвижения. Есть большой бэкграунд, да? Да, бэкграунд, да, модный приговор. Я аудиторичная наработанная. Бэкграунд, телек, как бы телек в то время очень было круто. А на эту аудиторию он, наверное, сейчас так до сих пор и работает, да? Ну, у нас, да, наша целевая аудитория. Вот же мы сейчас только, в частности, другая целевая аудитория, не инста. Да, другая. Все-таки инстаграм – это основное, как бы, место, откуда мы берем трафик, но, тем не менее, целевая аудитория, да, у нас постарше, как бы, за 35, больше. Вот, и она, ну, как бы, видимо, понимая, что мир меняется, вот, что все меняется и что нужно что-то делать, что дальше невозможно так работать, она, как бы, и хотела, ехала, видимо, тоже на конференцию за тем, чтобы понять, как ей дальше быть, вот, чтобы быть в тренде, вот, видимо, следила за акселератором, и понимала, что ребята, как бы, на гребне волны, вот, и мы с ней познакомились в Алуште, и я просто увидел то, что интересный эксперт с интересной, такой, как бы, философией, отличающейся от вот этих вот молодых инста, там, экспертов и прочее, и мне понравилось то, как она говорит, то, как она общается, ее миссия понравилась, и мне показалось, что она немножко недооценена, я просканировал ее, все соцсети, и вообще посмотрел, погуглил ее, как бы, сделал такой продюсерский анализ, да, легкий, и мне показалось, что человек недооценен, вот, и что там есть место для, как бы, инвестиций, сил, как бы, и, ну, инструментов, там, финансовых, и, там, время и так далее, вот, ну, и, собственно, вот так вот мы с ней стали общаться, и так родилось вот такое вот партнерство. Все самые крупные проекты, в том числе и «Акселератор», тоже, как это же, тоже онлайн-школа, это все тандем, это все синергия, там, двух партнеров или иногда даже больше. Если ты хочешь добиться хотя бы, там, 10-15-20 миллионов рублей оборота, вот, это уже самый обычный бизнес, как бы, он ничем не отличается от аналогового, и нужно быть предпринимателем, и нужно быть управленцем, нужно, вот, общаться, там, с подчиненными, с бухгалтером и прочее, прочее. В октябре запустилась онлайн-школа, правильно я понял? Да, 15 октября первый, ну, первый поток, первый вебинар. Сколько потоков уже до, вот, сегодняшнего дня? Сейчас, на сегодняшний день у нас обучается три потока. Всего вместе учеников на трех потоков 43. 42 человека. Да, чуть больше 40 человек, три потока, вот, один продукт у нас сейчас готов, курс 60-дневный, сейчас мы будем делать второй курс, полугодовой, это уже курс с большим чеком, это профессия, обучение на визажиста. Собственно, сейчас я переделываю полностью воронки, все, все меняю. Ну, была также допущена ошибка, ну, вот, если опять немножко в технические, в такие продюсерские темы углубляться, рекомендую всем молодым продюсерам, обязательно, прежде чем вы открываете онлайн-школу и вообще думаете об этом, заплатите деньги профессионалам, это не стоит дорого. Я это говорил вот на онлайн-среде, закажите исследование целевой аудитории с прописанием аватаров своих идеальных клиентов, вот, вы очень много узнаете о своей нише, о своем бизнесе и прочее. Да, я, когда это начал, я это не сделал, и сейчас я вот это делаю снова, вот, и можно сказать, как бы все с нуля опять начинаю, ну, уже получив хороший опыт, вот. Вот, даже на вот с этими ошибками, со всеми этими минусами нам удалось запуститься, удалось сплюсануть, как это говорится, да, то есть мы вложили денег меньше, чем получили, соответственно, теперь хочется масштабироваться, просто нужно быть уверенным в своей воронке, что у тебя сам конвертер, ну, вот эта штука, которая заставляет людей заплатить тебе деньги, это может быть вебинар, это может быть там что угодно, когда я буду уверен, что этот сам конвертер рабочий, остается вопрос только в трафике, просто пригнать, заплатить хорошему таргетологу, специалисту по трафику деньги, пригнать этот трафик, вот, прогреть его и сконвертировать, вот, масштабироваться. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у Акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Чем вы занимались до онлайн-обучения в Акселераторе и вообще вот до этой всей истории? Да, да, ну, как бы я ничего не знал об онлайн-образовании, как я сказал, да, но у меня опыт, как бы, предпринимательский уже был достаточно серьезный. Я приехал из маленького города, из Сталина, это Эстония, вот. Там до сих пор, в Эстонии, у меня есть несколько компаний небольших, такой, если учесть там количество людей, которые заняты в этих компаниях, и оборот, и маржа, то это микробизнес, то есть это даже немалый бизнес. Я там учился в ЛГУ в университете в Петербурге, и еще вот только став студентов, открыл там одну компанию, пищевое производство, фасовка, упаковка сыпучих продуктов, вот. Уже в этом году 20 лет этой компании, то есть я вот в 98-м году поступил в ЛГУ, и сразу у меня появилась идея открыть эту компанию, и вот уже в этом году мы праздновали 20 лет. Такая компания долгожительная, да, спасибо. А какие же еще эксперты у вас были, которые были до бьюти-ниши? У меня бьюти-ниша сразу же была, сразу же определился с бьюти-нишей, да, почему я хотел запускаться с женой, ну, то есть свою жену продюсировать, а у нее есть определенная экспертиза тоже в бьюти-нише, вот. Но так получилось, что жена у меня как раз в этот момент занималась ребенком, и ей сложно стало, и она тоже была со мной в алуште, она увидела Жанну и сказала, слушай, а давай ты возьми Жанну, вот. Давай, давай, я пока, типа, буду заниматься Микаэлой, моей дочери. Мне нужно было получить навык продюсирования, освоить навык продюсирования, знаете, как в этом фильме, иди на кошках тренируйся. Сейчас, получается, уже у меня есть в копилке успешный кейс, мы как бы запустились, вот сейчас будет в Сан-Диего опять известное событие, там, трафик, конверсия, саммит, да, куда все онлайн-приниматели приезжают, и там, опять же, вот, надо следить, я туда, к сожалению, не поеду в этот раз, в следующий раз обязательно поеду. Все очень быстро меняется, нужно доучиваться, смотреть, кто что делает. Сейчас, в данное время, я вижу, что хорошо работает воронка с бесплатным тренингом, то есть люди приходят на бесплатный трехдневный, пятидневный, там, марафон, тренинг интенсив, на нем обучаются, но... Это обычно авто, ну, авто записанный в автоматическом режиме вебинар, вот, но он очень хорошо простроен, туда встроены триггеры психологические, всевозможные крючки, вовлечения, закрытие возражений, кейсы, истории, и как бы таким образом он сделан, что ты, начиная проходить этот марафон к концу первого дня или к началу второго, ты понимаешь, что тебе нужно купить полный курс, ну, который фундаментальный, этот же, что тебе этого будет мало, и что этот курс тебе очень нужен, потому что он изменит твою жизнь, и дальше, собственно говоря, жить уже, как бы, будет сложно, не купив этот курс. Такие воронки сейчас, мне кажется, работают, и, ну, в принципе, надо учиться всему. Вот, я также пробовал там трипфайерную воронку сделать, это когда... Какой фундаментальный? Трипфайер, ну, есть такая штука, трипфайер, да, это что-то, какой-то очень дешевый продукт с очень-очень большой ценностью, и суть трипфайера, чтобы человек, ну, во-первых, вынял деньги и заплатил тебе, и чтобы переступить вот этот психологический барьер, то, что даже пускай он стоит там 100-200 рублей, но я вынял и заплатил их тебе, ну, то есть уже заплатить 10 тысяч рублей будет легче, потому что я же уже тебе платил 200. Вот, ну, и, соответственно, ты получаешь какой-то продукт с большой ценностью за эти деньги, и у тебя возникает такое ощущение, что, ух ты, ничего себе, у него за 200 рублей такое, а сколько же, а что же там за 10 тысяч там, наверное, вообще, суперклассный курс вообще, ну, то есть, и, ну, таким образом, еще потом идет прогрев, и человек, купив маленькую штучку там за 100 рублей, прогревается, проникается доверием к эксперту, понимает, что за маленькие деньги он получил офигенную полезность, ну, и, собственно говоря, он уже близок к покупке, как бы, основного курса. В любом случае к вам, как к продюсеру, я думаю, то, что эксперты, которые, возможно, смотрят нас, к вам обратятся, потому что вы знаете и разбираетесь, и информация, которую вы декламируете, тоже прогревает аудиторию. Ну, да, то есть, вот, собственно говоря, я пришел к тому, что нужно учиться, я учился дополнительно автоворонкам, учился дополнительно вебинарам, как простраивать вебинары, как продавать на вебинарах, продолжаю учиться, и я, конечно, ну, понимаю то, что все эти люди, которые вот сейчас, допустим, с нами были на Бали, и, ну, эти люди там занимаются этим уже, там, 6, 7, 8, 10 лет. Ну, понятно, что я даже годы еще не прошло, а мне уже хочется, как они, ну, так не бывает. Ну, это нормальное желание, это хорошая африция. То есть, когда я прихожу в спортивный зал, я же не беру сразу штангу 100 килограмм и начинаю ее делать. Являясь предпринимателем в офлайн-бизнесе, да, таким опытным, и вот онлайн, что, как бы, проще, может быть, что, или удобнее, или... Типа, чем лучше заниматься? Чем лучше заниматься? Ну, у меня сейчас я вдохновлен этой темой, мне нравится продюсирование, мне нравятся все эти отличия онлайна от офлайна, от аналогового бизнеса, мне сейчас пока меня прет, мне это нравится. И я вообще хотел бы научиться зарабатывать в онлайне, чтобы вообще отходить от аналогового бизнеса. Телефоны, условно, да? Ну, условно говоря, да, такой digital nomens, да, вот эти вот цифровые кочевники, которых я видел на Бали, да, там, ребята, если им по 18-20 лет, они уже работают, живут на Бали всю зиму, 7-8 месяцев, работают удаленно, и им хватает денег, чтобы там жить, путешествовать, знакомиться с такими же там молодыми девчонками, кататься на доске. И это так круто. За последний год я получил знаний больше, чем за... Да, и это не токсичные знания, это настоящие знания, которые я могу использовать, которые мне... Я заплатил за эти знания, и деньги уже вернулись ко мне. И я эти знания еще и применил в своих аналоговых бизнесах, там поменял еще многие вещи, автоматизировал многие вещи. И я понял, что, к сожалению, должен констатировать, что и в школе, и в университете многие из нас просто потеряли 15 лет. Ну, это, наверное, вот на постсоветском пространстве и в России. Да, у нас ничего... Потому что здесь, наверное, забивают, запомляют время, создают искусственную ценность. Получается, что мы потеряли время в школах. Вот мне очень не нравится, когда начинают называть там онлайн-предпринимателей, знаете, есть такое инфо-ЦГА. Да, я бы хотел об этом сказать. Да, я вот парирую всегда этим людям, говорю, слушайте, инфо-ЦГАНИ – это те, кто тебя 10 лет учили в школе сначала тому, что тебе нахер не нужно. И не сделают тебя ни свободным, ни счастливым, ни богатым. А потом еще 5-6 лет в университете. Вот это вот инфо-ЦГАНИ. То, чему обучает там акселератор, даже, там, не знаю, даже такие товарищи, как Петя Осипов, которые, ну, там, все... Это наша икона, в общем, онлайн-предпринимателей, да, потому что он добился таких оборотов, которые пока никто не достиг. Я считаю, что эти знания, они гораздо полезнее, то, чему я учился 5 лет в университете. Я даже не помню, чему я учился и как это применить сейчас. Не помню. И в школе тоже. Ну, вот мы изучали там синус, косинус. Ну, вот ты хоть раз в жизни... Ты вообще не помог? Синус или косинус. Не-не-не, а вот знания, как выстроить автоворонку, мне очень помогают. Что еще ценного, помимо того, что, вот, я так понимаю, резюмирую просто, это все-таки форумы, Алушта, Бали, то есть, это возможность пообщаться, коммуникация с людьми, которые добились большего успеха. Да. Чтобы посмотреть и последовать их примеру, и придумать что-то свое. Это номер один, да? Что еще интересного в акселераторе? Ну, знания. Я, наверное, не буду новым, как бы, если сейчас скажу, повторюсь, я думаю, что это не только я говорю, что, ну, я считаю, что акселератор, ну, это прежде всего, это сообщество. Это никак, это не онлайн-школа, онлайн-школа. Это уже целое вот сообщество людей, и, как бы, мы все прекрасно знаем, насколько важно твое окружение, там, да? И акселератор дает именно это окружение. Там есть всякие старые пословицы, типа, слушай советы тех, кто живет так, как хочет жить ты, там, не свою бабушку, маму или еще кого-то, вот, а людей, которые действительно добились успеха. Акселератор, вот, про это, ну, действительно, приезжая в Алушту, на Бали, это вообще совершенно другой уровень людей. То, что я там увидел, это, конечно, просто ты сидишь тут, справа, слева, одни миллионеры, ну, то есть, просто... Некуда деваться, да? То есть, ты уже в этой яме вместе с ними. Чувствуешься, там, вообще, таким, ну, типа, там, вот, очень, конечно, Бали, да, произвело впечатление на меня. Я в первый день продаж следующей конференции, как только Дима сообщил, что, типа, ребят, давайте, я сразу же купил следующую конференцию. У меня расписание на декабрь этого года уже сложено, мы всей семьей едем, там, ну, я думаю, что уже месяца на три на Бали. Можно коротенький вопрос? Я знаю, что у тебя есть, я этим постоянно перебиваю. Как ведут себя миллионеры в общении с людьми, которые не являются миллионерами? У меня был такой же вопрос. Давай пять. Взяты ли они к вам относятся, то есть, знаешь, что... Нет, они не знают, они не знают. Дело в том, что на Бали там практически все были миллионеры, ну, как бы, там были не только люди из онлайн-бизнеса, там были люди и из аналогового бизнеса, там были люди и, ну, сетевики, ритейлеры приехали. Они тоже понимающие, что, ну, что все меняется, что дальше по-другому работать, ну, по-старому работать дальше нельзя, что, ну, у людей там, я знаю, что падают продажи в некоторых сегментах, да, поменялись привычки у людей. Люди, ну, меньше выходят из дома, там, не покупают по интернету, вот, то есть все оцифровывается, происходит дигитализация. И если мы, ну, как бы, останемся вот в старом, вот, как в 90-х, вот, вели бизнес, есть же очень много таких людей, они, как бы, не принимают новое вообще, они считают, что это все фигня. Они вот из этого индустриального общества выросли, и они считают, что это все фигня, это очередной какой-то там пузырь, биткоин или еще что-то, вот. Ну, мне так не кажется, я думаю, что, ну, и не только я уже так думал, многие, там, Рубен Варданян вот недавно сказал в своем интервью, что там, по его мнению, может исчезнуть 90% старых компаний, ну, которые по-старому ведут бизнес. Если они сейчас не одумаются, не включат голову и не поймут, что нужно меняться, подстраиваться, оцифровываться, быть современными, ну, людей, брать молодых людей на работу, потому что проблема, я там раньше работал в компании, я раньше этого не понимал, сейчас я вижу, что проблема очень многих компаний, что они не берут молодежь на работу, они работают по-старому. Был таксомоторный парк номер 9, их было так много, пришел молодой Uber, он убил все таксомоторные парки в мире, и так будет, наверное, со всеми вот старыми бизнесами, если мы, там, пришло Airbnb, пришел там, ну, как бы, эти истории знаете, да? Наконец-то настанет то время, когда после института начнут трудоустраиваться студенты. Да, да, ну, нужно брать, слушай, я сам уже считаю себя, как бы, у меня через пару лет 40 уже, вот, и я все время слушаю молодежь, все время пытаюсь с ними быть рядом, что они говорят, как они делают, сейчас молодежь уже зарабатывает побольше. Раньше интересно, извините, немножечко покрячу, раньше было наоборот, то есть, молодой, иди учись у старшего, сейчас немножечко поменялся расклад сил. Может быть, да, сейчас может быть совершенно по-другому, действительно, нам нужно поучиться, нам, динозаврам, из 90-х, кто начинал свой бизнес в 98-м, как я, нужно поучиться, я учусь у Маши Саладар, которой 26 лет, ну, и так далее. Давайте подберемся к еще одной приятной ноте, какие-то бонусы для молодых, молодых, активных, или бонусы для всех-всех-всех. Мы дадим, от моей школы, да, от нашей школы с Жанной, у нас есть курс макияжа для себя, то есть, просто для женщин, которые хотят хорошо выглядеть, научиться быстро краситься, быстро привести себя в порядок после тяжелого дня, или перелета, или каких-то еще чего-то перед важным событием, перед переговорами, перед свиданием, перед чем угодно. У вас есть курс макияжа за рулем, например? Будет, у вас макияж в пробке за 3 минуты. Да, это вот как раз хорошая тема для Tripwire, то, что я говорил, что это что-то маленькое, но то, что нужно всем, вот. На этот курс, это 60-дневный курс, вот, мы готовы дать скидку 20%, у нас 20% скидка, это максимальное, что мы когда-либо давали, вот, поэтому для... Спасибо вам за такую щадость. Для тех, кто смотрит этот канал, пускай эта скидка будет действовать в течение месяца. Класс. В течение месяца. Ну, и осталось дело за малым, да? Нужно выбрать кодовое слово промокодом, который будет являться. Да, промокод будет Axel 2019. Axel 2019, хорошо, отлично. Ну, Axel, как по-английски пишется, A, C, C. Вот и проверим знание английского языка. Ну, там, название канала, я думаю. Юрий, конечно, с вами можно было говорить много больше, много интереснее, вы очень открытый, конструктивный рассказчик. Вот, вам большое спасибо за это благотворное интервью. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо. Вот, успех вам в ваших начинаниях. Спасибо. Спасибо. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Очень приятно общаться, максимально положительный по энергетике человек, много полезной информации, я от него узнал, получил. И хочется отметить, что в 38 лет выглядеть как он, это прям, это круто. И максимально информативно, правильно ты подметил. Понравились его инсайты, их очень много, ребят, для того, что, ну, нет смысла перечислять все. Просто, наверное, отметим то, что вот, хорошо, что посоветовал там прочитать книгу, это настольная книга. Психология влияния Роберта Чалдини, непременно нужно приобрести. И как он сказал, что это книга для тех людей, которые занимаются в сфере онлайн, ведут бизнес в сфере онлайн. Да, то есть, друзья, для нас. Самый полезный инсайт сделать анализ своей аудитории. Цель его аудиторией. На самом деле, классно, классно пообщались, очень масса полезной ценной информации, скажем. Воронки продаж меняются, они стоят на месте. Да все меняется, все меняется, и все надо подстраиваться. Аудиамаза. Аудиамаза.